Доброе утро, друзья! Рад вас сегодня слышать, видеть всех. Вернее, вы меня слышите, видите, а я вас буду только видеть в ваших сообщениях. Ну, кто-то из вас, наверное, попадет сегодня в диалог. Давайте подождем, пока все присоединятся. После этого я начну объяснять ту тему, ради которой мы сегодня собрались. Как меня сегодня слышно, видно? Пусть кто-нибудь напишет. И из какого вы города? Так, у вас все больше и больше. Доброе утро. Так, слышно, видно, хорошо. Замечательно. Много вопросов сегодня поступило с темой, связанной с как все-таки исцелиться от заболеваний, как вернуть себе здоровье. Постараюсь сегодня на все вопросы ответить за этот час, который нам отведен. Но в начале, пока еще все собираются, я вкратце расскажу о теории исцеления, для того, чтобы вы понимали, как избавляться от того или иного заболевания. Все дело в том, что я уже лет 25 занимаюсь частной практикой, и я начинал как целитель работать, как массажист, как мануальный терапевт. То есть, как раз такие вот интегративные методики, они для меня были более знакомы. Потом я уже стал врачом, получил высшее медицинское образование, защитил диссертацию, получил профессию психотерапевта. И частной практикой я занимаюсь очень давно. Но, соответственно, наблюдал много чего, много кому с чем помогало разрешить проблемы. И есть, существует алгоритм исцеления, который не я придумал, я просто наблюдал, как это происходит с некоторыми людьми, и как это происходило со мной в свое время. И он оказался весьма несложный. Первое, для того, чтобы произошло исцеление, нужно поставить себе эту цель. Потому что если человек себе цель, исцелиться или быть здоровым, не поставил, он к ней не движется. Многие говорят об этом, что да, я сейчас сяду на диету и перестану есть все подряд, я займусь своим здоровьем. Но реально для этого ничего не делают, потому что им хочется быть такими, когда они больны к ним, у них есть так называемая вторичная выгода, которая заключается в том, что быть больным где-то модно, где-то выгодно, где-то ты получаешь моральное поощрение со стороны окружающих, когда они думают, что ты не можешь быть здоров, поэтому тебя там надо как-то оберегать. Или ты там получаешь пенсию по инвалидности, если у тебя есть какое-то заболевание, и проститься с ним, это значит проститься с деньгами, которые не надо зарабатывать, а можно просто получать. Поэтому цель нужно ставить. Про близких я попозже расскажу, что с ними нужно делать. Поэтому, если вы поставили себе цель и начинаете к ней движуться, то вы, естественно, достигнете. Так же, как и с любым целеполаганием. Здоровье именно нуждается в постановке цели. Следующий аспект – это вера в то, что у вас это получится. Если вы не верите в результат, если вы сомневаетесь, что это заболевание считается неизлечимым, то есть у вас какая-то вера в то, что это невозможно. Есть вера в то, что возможно, а есть вера в то, что невозможно. Вот люди часто делятся на два лагеря. Им проще поверить в том, что эта болезнь неизлечима. Допустим, гипертония, сахарный диабет, какие-то кожные проблемы, онкология. Это неизлечимо, поэтому занимает пассивное отношение к своему собственному здоровью и ничего для этого не делает. Соответственно, и не получает результат. Или получает дальше прогресс в собственном заболевании, которое у них сейчас образовалось. То есть должна быть вера в то, что вы этого достигнете, и должно быть отсутствие сомнений. Следующее. Требуется время на то, чтобы привести себя в порядок. Потому что болезнь – это результат каких-то психоэмоциональных травм, которые, как правило, их накопились за длительное время, либо их интенсивность очень мощная. И очень часто до того, как человек тяжело заболеет, он подвержен каким-то уже сбоям в организме, которые длятся длительное время. И очень часто конфликты, которые являются программой, которые запускают заболевание, им очень много лет. И часто эти конфликты вплетены в характер человека. И для того, чтобы энергетика человека очистилась, и он обрел опять состояние здоровья, требуется систематические усилия длительное время для того, чтобы поменялся у человека характер. И таким образом проблема его ушла. Следующий момент. Требуется энергия для этого. Потому что для того, чтобы произошла трансформация в состоянии здоровья, требуется восстановление душевного баланса прежде всего. Возвращение в исходное здоровое состояние, от которого человек почему-то отошел по каким-то причинам. И для этого нужна энергия. Если человек ее не в состоянии выработать на данном этапе сам, то, конечно, нужно обратиться к психотерапевту, к психотерапевту или к врачу, к гомеопату. То есть методик и пути очень много, которые позволят человеку восстановиться. Человеку поможет дать эту первичную энергию, а потом его задача все равно в самом себе этот поток восстановить и уметь его удерживать и развивать. Потому что если человек не отличается собственной здоровью, если он не включен в процесс исцеления, то за него эту работу никто не сделает. Может быть результат. Конечно, да. Если хороший профессионал обладает хорошей энергией, он может человека подтянуть до своего уровня, дать ему ощущение здоровья и улучшить это. Но если человек этот поток дальше не удерживает, то проблема опять вернется, либо будет какая-то другая проблема. Из этого органа уйдет и в другой переместится. Я такие вещи тоже наблюдал, когда целители работали с каким-нибудь органом, который поражен, прорабатывали хорошо энергетику. Диагноз с этого органа уходил, но в соседнем органе потом появлялась через какое-то время проблема. То есть эмоциональный конфликт, если не прорабатывается, если не исцеляется душа, то проблема опять возвращается, потому что болезни человеку даются для того, чтобы он восстановил гармонию со своей собственной душой. И восстановить эту гармонию, диагноз уходит, он не нужен. Поэтому нужно понимать, что еще существует подход иерархии. Нужно идти от души к телу, а не наоборот. Или замыкаться только на теле, когда человек думает, что вот я сейчас начну просто там кушать какие-то правильные продукты, и все у меня пройдет. Это, конечно, неплохо, когда человек питается правильно, но, как правило, этого недостаточно, потому что, еще раз говорю, причины всех хронических и острых заболеваний часто служат эмоциональный конфликт. Если человек его не обнаружил, если он его не переработал, то эта причина будет все равно давать следствие. Даже если принимаются меры на уровне тела, человек принимает медикаменты, то не убрав конфликта, проблема, к сожалению, вернется. Вот это вкратце, да, такой алгоритм, который должен существовать для того, чтобы, если вы захотите исцелиться, от той или иной патологии. И задача лишь в том, что встать на этот путь, осознавать те конфликты, которые являются причиной возникновения проблемы у вас, и уметь эти конфликты трансформировать, выписать их из характера и научиться по-другому реагировать на мир. Все эти люди, которые самостоятельно добились результата по исцелению от того или иного заболевания, у них у всех менялся характер, у них у всех менялось мировоззрение, шли кардинальные изменения и судьбы, и личности, без которых невозможно человеку прийти к исцелению. Но это и закономерно, потому что через диагноз твоя душа пытается с тобой поговорить, через проблему твоя душа пытается с тобой поговорить. Если ты ее не слышишь, она будет о себе напоминать. Соответственно, этот заколдованный круг существует до тех пор, пока человек не осознал, где же причина. Когда он осознал причину, он вернулся к истоку, он отработал эту причину негативную, и он открыл что-то за ней, потому что за болезнью всегда есть источник энергии, который заблокирован. Человек открывает его, и все, для болезни нет места, нет никакого смысла. Естественно, гармония восстановилась. Друзья мои, поступило много вопросов, я их тут вкратце выписал, по каким диагнозам у вас больше всего интерес. Проснулся, и кто-то там уже хочет в прямой эфир попасть, вместе со мной поговорить. Вкратце скажу, по поводу помощи близким или знакомым людям. Я считаю, что помочь человеку можно только тогда, когда он сам от того хочет. Если ваши родственники, близкие, знакомые не хотят ничего делать для своего здоровья, вам нет никакого смысла их в этом убеждать. Помочь им может только ваш личный пример. Если вы начали себя оздоравливать, начали вести здоровый образ жизни, или решать свои проблемы, а другим это не интересно, они это не разделяют, не нужно лезть со своим уставом в чужой монастырь. Это их жизнь, это их опыт. И как бы близко этот человек к вам не был, нет никакого смысла пытаться решить его проблемы, если он этого не хочет и к этому не готов. Есть отличия только. Если болеют ваши дети, если с ними есть какая-то проблема, то вы обязаны проявить тот максимум заботы, внимания, любви для того, чтобы ребенок был здоров. Эффективно это можно делать где-то лет от 12 до 13. После этого уже ребенок обладает своим самостоятельным мировосприятием и мышлением, и тоже требуется с его стороны некое соучастие и понимание того, что у него есть проблема, и с этой проблемой надо системно работать. А где-то до 12 лет практически ребенок находится полностью во власти родителей, и соответственно усилия родителей приводят к результату по исцелению того или иного ребенка. Теперь я перейду к конкретным нозологиям, которые вы озвучивали и просили, чтобы я отдал некие скрипты. Что же с этим делать? Значит, был вопрос про шизофрению, которая случилась 10 лет назад, и не было с тех пор повторяющихся приступов. Можно ли это вылечить? Конечно, можно. Если 10 лет нет шубы, нет сдвига, не было галлюцинации или какого-то приступа, остались только деструктивные эмоциональные блоки. У человека, когда он энергетически немножко объединен, просто надо заниматься психотерапией, найти хорошего специалиста, который возьмет из-за этого пациента. У меня такие были клиенты, я их выводил, но это очень большой объем работы. Это реально нужно перестроить энергетику человека, мировосприятие, вернуть его душевный баланс, который потерян в результате психической травмы. И человек должен готов быть к этой работе и вести ее. Это труд, но это реально. У меня были люди, и связал текущей шизофренией, после приступов, которых я без медикаментов выводил из этого состояния. Но это колоссальнейший объем работы. Хочу это еще раз подчеркнуть, потому что травма, стоящая за шизофренией, она достаточно мощная. Просто у кого-то травма на уровне невроза, на уровне субъективных неприятных ощущений или какой-то психосоматический диагноз формируется, а у кого-то травма на личности, на своем «я». И тогда она дает разобщение, и мы видим картину шизофренического состояния, либо его последствий. Поэтому с этим диагнозом работать можно, и я не вижу никаких здесь проблем. Так, тут еще вопросы появились. Разделяйте вы понятие соматопсихологии, или же следует только по стопам психосоматики? Ну, понимаете, хрень редки не слаще, как говорится в народе. На самом деле можно как угодно что-либо угодно называть, но все равно это взаимосвязь души и тела для простого понимания. И если эта связь изучается, если в подходе к исцелению воспринимается как минимум три аспекта. Это само физическое тело, это душевное состояние человека и все, что там записано, или так называемое подсознание, плюс социальная реализация человека. Если в комплексе на все это смотреть и в комплексе с этим работать, тогда будет результат. А как это назвать? Психосоматическое взаимоотношение, само это психология или еще как-нибудь, это не имеет никакого значения. Для простоты понимания, если взять религиозную модель, у человека есть три составляющие. Тело, душа, дух. Между этими составляющими необходимо найти человеку баланс, и тогда незачем болеть. Так, мигрение откуда берут? Сейчас разберемся. По мигрениям тоже был вопрос. Вообще, на самом деле, все болезни, все стрессы, они бывают двух таких основных типов. Это острые стрессы, когда вот они в момент происходят, да, и есть активная фаза сопротивления, и по этой модели формируется заболевание. И мигрень к этой относится. То есть, это активная фаза борьбы. Так, как и сахарный диабет, когда, допустим, тебе надо бежать в атаку, тебе нужно защищать что-то от кого-то, и тебе требуется повышенный уровень гормонов и уровень сахара для того, чтобы смочь справиться с физической нагрузкой. То есть, это какой-то агрессивный конфликт, который сидит в подсознании. То, что касается с мигрениями, в принципе, все то же самое. Это борьба, чтобы что-то не видеть, что-то не слышать. То есть, это активная фаза сопротивления какому-то эмоциональному конфликту. Но человек этот конфликт не разрешил, он упал у него в подсознании, у него просто это проявляется через головную боль. Поэтому что-то не переношу, что-то не хочу видеть, слышать. То есть, этот конфликт надо искать. И я забыл сказать вам сегодня, повторю, те, кто на курсе исцеления не ходит, который у меня вчера стартовал, я там это подробно объяснял. Конфликты эмоциональные, они часто передаются по наследству. То есть, конфликтовать могла ваша мама или ваша бабушка, но в вашей жизни ее психотравмирующая ситуация подобным образом через болезнь может проявиться. Потому что мы все равно связаны со своим родом. И если эту связь не изучать, то найти ответы на вопросы, почему я болею, очень часто не предоставляется возможным, когда человек изучает себя в отрыве своего собственного рода. изучая, что происходило в роду, в каком возрасте это было, как цифра этого возраста могла сказаться на вас. Потому что есть синдром поколений, который показывает о том, что в определенное время в роду могли происходить негативные эмоциональные события, травмирующие события, которые не были отработаны на том этапе. И эта травма передалась по наследству. Не через гены, а через подсознание. Поэтому вот так вот. Значит, про аллергии тоже спрашивайте. Так, аллергия здесь с 6 лет. О чем она может говорить? Значит, любые аллергии, как правило, стоят конфликты расставания, конфликты потери. То есть это травмы, связанные со смертью кого-нибудь, с потерей контакта с каким-то человеком или с гипотетической потерей. То есть, допустим, человек был при смерти, и все боялись, что что-то может произойти. Или что какой-то несчастный случай мог бы быть. И вот когда идет вот эта потеря, то когда конфликта уже нет, на фазе восстановления, то есть есть фаза острого конфликта и программируется конфликт по острой фазе, а есть фаза восстановления, когда уже конфликта нет, но то место, которое было, где энергетически было напряжение, неважно, кожа это или слизистая какая-то, возникает фаза восстановления. И там орган начинает активно продуцировать, ну допустим, если слизистый нос, активно продуцировать слизистую, и возникает аллергический ремит, который может вызываться на определенные аллергии, но может быть вообще просто у человека постоянно присутствует. Так, значит это то, что касается аллергии. Понимаете, скрипты вообще общие, а истинные причины у конкретного человека надо изучать. Мы все разные, но есть логика с точки зрения тела. Те или иные органы системы или та или иная реакция в этих органах и системах намекает на то, какой это конфликт. И какой фазы этот конфликт? Острые фазы, острого механизма или фазы восстановления. Это две разные вещи. То, что фаза восстановления, она постфактум, она как бы компенсирующая возникает, а острая это активная фаза сопротивления. Вот мигрени или гормональные дисбалансы, или проблемы с обменом веществ. Это все острые фазы. Это приобщение к тому, что у тебя постоянно идет война, борьба. Но где эта борьба была? В какой ситуации? Это вопрос поиска, ответа на исследование человека. И тогда это можно все будет обнаружить. Был интересный вопрос еще про эндометриоз. Вообще это заболевание очень хорошо лечится, без всяких проблем. И в моей клинике, в новомете, да, у нас гинекологи целую программу разработали для восстановления нормального кровоснужения в малом тазу и убирания, так сказать, этой проблемы. На самом деле, все гинекологические проблемы в основном берутся из-за проблем в личной жизни. Это когда женщина чувствует себя, как женщина несчастливая, и когда у нее есть в подсознании психотравмы от взаимодействия с мужчинами. Но для того, чтобы ускорить исцеление от этого заболевания, есть у нас, еще раз говорю, у меня с коллегами целая программа, где с помощью гироудотерапии, с помощью таких общих оздоровительных методик эндометриоз уходит через полтора-два месяца. Поэтому, если она у вас есть, я все-таки рекомендую сообщать с гинекологами этот диагноз решать, потому что это будет гораздо эффективнее, нежели просто одну чисто психотерапией работать или биоэнергетикой. Поэтому, чем больше людей, чем большая команда работает на один и тот же результат, тем лучше результат это будет. Но единственное, команда должна друг друга знать. Потому что иногда с клиентами я сталкиваюсь с тем, что гинеколог у них в одной клинике, терапевт в третьей, лечиться у гомеопата в четвертой, и все три специалиста друг о друге вообще ничего не знают. И человек пытается сам это как-то скоординировать в своей голове, но, к сожалению, не всегда успешно. Так, что еще спрашивали из того, что я успел записать? Значит, проблемы кожные, там про розоцею спрашивали. Ну, розоцея вообще, она эстетическая проблема, и в основном здесь конфликт связан с самооценкой, либо конфликт связан с расставанием, потому что кожа это как некая граница. Если от тебя чего-то отрывает, или кто-то тебя отрывает, или кто-то из жизни уходит, умирает, вот этот конфликт, он, как правило, остается и может проявиться на коже. Родители развелись, кто-то умер неожиданно и так далее. Это часто является кожной проблемой. А если это еще касалось как-то самооценки, или там два конфликта наслоилось, такое тоже бывает. Страх быть, чувствовать себя виноватой, как последствия какой-то ситуации. Вот видите, я говорю, все какое-то, немножко абстрактное, я просто показываю механизмы, которые за этим стоят, но я сейчас кого-нибудь выведу в прямой эфир, поговорю с ним, продиагностирую его поле, и тогда будет все более-менее конкретно понятно. Поэтому кожа, это именно с этим связано, это то, что скрыто внутри, и то, что проявляется. Тот конфликт, это тайна, которая выходит наружу, она проявляется на коже. Астмы и все проблемы с дыханием, это проблемы с жизнью и смертью. То есть страх смерти, как правило, через вас мне выражается, или ситуация связана со страхом смерти. Врачи не могут помочь. Но искать конфликт надо, потому что врачи традиционные, неврологи, даже усталопаты, они не ищут эмоциональный конфликт. А его надо найти, вскрыть эту проблему, и тогда из подсознания это все уйдет, и вероятность того, что вы будете исцелены, она великая, и вы должны быть активным участником в этом вопросе. Так, с чем связано точное повторение дочери болезни отца? Синдром предков. С чем он связан? Синдром годовщины и предков по срокам даже может попадать. То есть в каком возрасте у папы начались проблемы, в таком же и у дочери начались проблемы. Это нормальная вещь. В медицине традиционной, классической, западной, считается, есть предрасположенность, ко многим заболеваниям передается, но нет гена шизофрении, нет гена гипертонии, его не нашли. Есть факторы, которые способствуют этому, или обмен лечеств, который может к этому привести. Но есть вероятность того, что это может наступить. Если кто-то из ваших мамы или папы болел шизофренией, то вероятность того, что она у вас будет 25%. Если оба родителя у вас болели, то 50%. Понимаете, да, и вот, соответственно, такие цифры есть. Но они очень общие. Это то давали, когда я учился на психиатра, нас обучали. Но еще раз говорю, гена до сих пор никто не нашел. Но я думаю, что не найдут, потому что есть подсознательные программы, которые реально влияют на человека, и они не в генах, они в поле, они в энергетике человека. А поскольку традиционная медицина это не разделяет, классическая, то она этого и не видит. Так, всех детей моего отца было понимание. Браки разные. То, о чем это говорит. О том, что это взаимосвязано, и есть общая причина, которая стоит за этим. Зачем нужно воспаление в легких, чтобы восстановить какой-то баланс. То есть понимание это стадия восстановления какого-то конфликта. То есть либо кто-то умер, либо кто-то погиб, или что-то с этим с легкими, с жизнью было связано. Надо изучать. Здесь я могу только общий скрипт дать. Болезни желудочно-кишевственного тракта это болезни непереваривания. Я тебя ненавижу, я тебя не перевариваю, я тебя не воспринимаю. Если это близкий какой-то конфликт, то есть вот я не могу проглотить какую-то историю, понимаете, это все будет вот здесь стоять. Если это старая какая-то обида, она, как правило, связана с кишечником, про язвенный калит, кто-то спрашивал, это тоже какая-то закорузлая старая обида, которая никак не выйдет. То есть человек не распрощается с какой-то старой травмой. А что по прививке я вам скажу? Я прививками не занимаюсь. Я могу сказать, что своих детей я не прививаю. Я не вижу в этом никакого смысла. И все. А дальше уже сами судите, как вам заблагорассудиться. Потому что я не педиатр, я не обладаю образованием детского врача. Я взрослый доктор. И к тому же еще психотерапевт. Так, лишний вес у ребенка предоследний, все в норме. В чем может быть? Что такое лишний вес? Вот по сути, Мэри спрашивает. Лишний вес – это защита. Чем я больше, тем я грознее выгляжу, тем я увереннее себя чувствую. Это психологическая защита от неуверенности в себе. То есть ребенок чувствует себя некомфортно. Поэтому ему нужна броня, чтобы успокоиться, чтобы чувствовать себя. Я значим, меня не исключили, меня не выбросили. Это может быть предыдущий аборт, допустим, до того, как вы родили этого ребенка, эта травма у вас осталась в подсознании, а ребенок защищается, чтобы остаться живым. Вот понятно, конфликт защиты, того, что ты что-то значим. Поэтому многие мужчины, которые в себе не уверены, они до безобразия себя раскачивают, чтобы показать, какой он крутой. Но если, правда, если мотивация здоровья и, соответственно, показывать эту культуру, то это одно. А у некоторых иногда мотивация заявить о себе, о своей доминанте. Так, что сделать с травмой? Например, травм полученный при рождении. Вы имеете в виду, родовая травма психологическая либо органического характера? То есть, здесь две разные темы. Проблемы щитовидки – это проблема самоуверенности. То есть, что человека любого характеризует? Его индивидуальность – это его голос. Голос, как правило, один на другой не похож. И вот все, что мы вот здесь издаем, это наша индивидуальность. Это чакра, вот этого уровня, она показывает об уникальности человека. Если с уникальностью есть проблемы, если есть подавленность, если есть невосприятие, нелюбовь к себе, то, как правило, поражается щитовидка. Или какие-то были ситуации, связанные с унижением вас, вы их не переработали, то для того, чтобы восстановить, у вас не жир обрастает, а у вас щитовидка начает вылетать, и гормоны летят. Травма органического характера? тут нам тогда в копии вместе с остопатой и массажистами работать, поэтому здесь комплекс мер должен быть, если органическая травма. Так, мама внутриутробная. Ну вот, если вы знаете свою травму, то отрабатывайте ее. Вариантов очень-очень много. Так, сейчас помню, что про инвентриоз я рассказал, про аллергия я рассказал, просто про инвентриоз я рассказал. А, были еще вопросы по камню в почках. Камни и вообще все, что связано с мочой, с выделениями, с органами выделения, это всегда конфликт, как правило, восстановление территории, это борьба за свою территорию. Это, допустим, вот, если вдруг неожиданно вы лишались квартиры, либо вас, к вам кто-то переезжал, а вы ненавидели этого человека, он на вашу территорию переходил, да, или какие-то вот, я сейчас говорю, потери, пространство своей жизни, и, либо вы жили с человеком, которого вы ненавидели, он ушел из вашей жизни, а конфликт вроде бы разрядился, но вы эту обиду не простили, и она вам камни в почках может дать. Поэтому здесь нужно понимать, с чем. Повышенные пролактины или изменения в гормонах, это, как правило, опять же, пролактин, он о чем говорит? Когда он у женщины включается, да, вперед, чего, ну, лактация, да, то есть, это связано с материнством, то есть, конфликт, связан с материнством, что, либо вы не можете эту функцию реализовать, либо проблемы с детьми, не можете их родить, вот, и вот какие-то блоки связаны с этим. Надо смотреть, потому что все очень-очень индивидуально, индивидуальное. Желчные камни, это опять, это обиды, как правило, и горечь, горечь, ненависть, вот она сидит в печени. Это еще китайцы давно уже сказали, что вся вот эта агрессия и внутреннее напряжение, оно сидит в печени, и если оно не разрешается, оно дает камнеобразование. Так, давайте я сейчас выведу людей в прямом эфире, и тогда будет гораздо проще. Так, у нас Юлия первая на связи. Друзья, проверяйте интернет, чтобы он у вас был хорошо работающий, с хорошей скоростью. Да, здравствуйте, Юля. Доброе утро, Артем. Вы за рулем? Я, да, думала, что успею где-то, но стою в жуткой пробке, поэтому мне удобно говорить. Ну, слава богу, чтобы там у вас не было скорости 100 км в час. Нет, тут и трех нету. Артем, у меня такой вопрос, частично себе на него ответила, когда вас слушала, но вместе с тем, у меня вырожденная аномалия позвоночника, у меня сросшиеся позвонки. Никогда это не беспокоило, но не так давно сделала МРТ, и у меня там порядка четырех сейчас грыж. И я хотела спросить, или в каком? Это поясничный отдел и шейный. И шейный. То есть, четыре там и четыре там, или два там, или два там? Всего четыре. Больше проблемы идут в шейном отделе. Вот, а поясница, там просто максимальное количество позвонков, которые сросшиеся, ну, в такой единый остов. Я уже поняла к вопросам о негибкости моего характера, наверное, говорит. Хотела спросить, в чем могут быть тогда задачи моей души вот при таких заболеваниях, и как мне можно поддержать себя, наверное, в максимально здоровом состоянии? Здесь нужно не поддерживать, безусловно, нужно в том плане, что развивать нужно эти области, двигать ими, да, понимаете, то есть, шею надо разминать, и есть ЛФК, есть кинезиотерапевты, которым помогут, или йога-терапевты вам помогут это сделать, но также надо работать с душевным балансом, потому что он у вас явно нарушен. Да, какие травмы здесь? Ну, и вы сами отмечаете, что уже характер как-то изменился ваш, да, и вот чувствуете, что вам надо над собой поработать, чтобы по-другому реагировать на те события, которые есть, но также надо помнить о программирующих травмах, которые сидят за этим, что такое сросшийся позвоночник, да, вот зачем он срастается, зачем он становится более жестким, когда человек не уверен в себе, когда он не чувствует себя, ну, как бы основы своей, понимаете, да, когда она подтачивается, тогда организм, что делает, начинает ее усиливать за счет вот таких вот блокировок, за счет того, что тебе не хватает уверенности в себе, мы тебе ее добавим, понятно, да, суть вот этого нарушения, когда она была потеряна, это скорее всего какие-то травмы, я думаю, вот ощущение того, что у вас все-таки основная причина программирующая, она вот внизу находится, да, ну, как правило, так и бывает, что все с поясницы или скобщика начинается с этих отделов, а то, что сверху, это уже компенсаторная реакция, как бы уже то, что вы наработали в своей жизни, да, как следствие, значит, может быть, здесь связана тема с аспектом материнства, надо подумать, то есть, как вы детей рожали, что было предвестником этого, насколько этот процесс воспринимался комфортно, насколько вы себя, как женщина, чувствовали уверенной вот в этом аспекте. Артем, во время своего материнства я чувствовала себя скорее уверенно, но у меня жутчайшие проблемы в взаимоотношениях с мамой, причем, ну, вот мне не хватает либо знаний, либо сил, чтобы эти конфликты решить, для меня мама сейчас это источник потери моих сил и уверенности в себе, я думаю, что это какие-то родовые проблемы, но пока не вижу пути решения. Может быть, вы мне что-то сможете вот сейчас так... Юрий, смотрите, пути решения множество, да, и не все работают. Первый какой путь, это осознать, проанализировать, в чем конкретно стоит конфликт, какой драйвер конфликта, какие мамы предъявляют претензии и что вы не можете принять, то есть, из чего состоят вот эти переживания, которые лишают вас опоры, потому что мама где-то, это путь, по которому вы живете, канал, понимаете, вот родительская понятия, родовой канал, и вот он проявляется. Просто, вот еще раз говорю, у меня ощущение, что это с деторождением. Может быть, это с вашим связано, как вы рождались, да, что мама вас записывала, что она переживала, когда была беременна вами, когда она вас рожала, понимаете, да? И слава богу, если там, вот конкретно в вашей беременности, когда у вас дети рождались, все было хорошо, но программа-то осталась, она куда-то должна деться, понимаете? Она ищет точку преткновения какую-нибудь, этот конфликт. Она нашла именно в опорно-двигательном аппарате, в позвоночнике. И таким образом это все просто компенсирует, понятно, да, сдерживает. Болезнь восстанавливает некий баланс между травмой и физической реальностью. И когда вы эти конфликты осознаете, их трансформируете, перерабатываете, тогда проблема уходит. И надо действовать комплексно. С одной стороны, психотравмой работать и трансформировать ее, с другой стороны, двигать свое тело, чтобы оно начало активно оздоравливаться. Поэтому здесь вам показана на самом деле индивидуальная психотерапевтическая помощь для того, чтобы распаковать эти конфликты, чтобы независимый эксперт позадавал вам правильные вопросы и нашел на них вместе с вами ответы. И тогда будет понятно, что какая медитация, какая практика нужна, чтобы трансформировать этот конфликт, который вам подходит индивидуальный. Плюс должны быть рекомендации по физической активности для того, чтобы этот отдел стал функционировать как нормальный, как здоровый. Юля, немножко подвисает изображение, видимо, какая-то зона неустойчивая стала. Артем, у меня, кажется, пропадает связь. Я вот все, что могла услышать, посмотрю обязательно в записи, остальное. Большое вам спасибо, если меня еще слышно. Благодарю. Да, вас слышно. Ну, вот, да, какой-то провал был небольшой, ну, посмотрите. И тогда сделайте выводы, еще раз говорю, что есть базисные конфликты, вы его, ну, сами чувствуете, да, что он связан с матерью, да, с аспектом материнства, то есть с передачей вот этой родовой информации, с восприятием себя в родовой системе. Мама задает этот тонус, задает эту систему. А поскольку есть конфликты, они вызывают у вас компенсацию и как в теле, и в характере. И потом это проявляется в том, что в социуме уже какие-то моменты напряжения существуют. Понятно, да? Поэтому надо работать комплексно. И с телом работать, и с подсознательными блоками. Услышали, Юль? Ну, видимо, придется записи посмотреть, поэтому... Комфортная стала у Юли. Так, давайте пойдем дальше. Сейчас еще кого-нибудь возьму в прямой эфир. Так, есть Александра, которая просится. И вообще, я раньше, когда занимался мануальной терапией, я возраст человека прямо вешал на позвоночник, и все, что... Ранние конфликты, они находятся в шее. Дальние конфликты находятся ближе к копчику туда. Алло, Александра. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Вы еще не были подготовлены к нашей встрече? Не ожидала даже. Да как не... А вы зачем заявку отправляли, если не ожидали? В чем ваш вопрос? Ну, у меня тоже травма позвоночника была, да, в детстве. Вот, на позвоночник сейчас предыдущие девушки рассказывали. А еще у меня получается вот остеохондроз колени вот тоже мучает. Хотелось тоже спросить тут об этом. То есть, а как по энергетике вы себя чувствуете? То есть, насколько вы физически активны? комфортно ли вам двигаться вообще? Ну, когда как? Вот сейчас, например, да, в последнее время как-то чувствую, что не особо, а так, в принципе, нормально. энергии им не хватает жизнью. Вот такое впечатление есть, то, что эмоции грусти присутствуют, подсознание очень сильно выраженное, да, и есть конфликт потери. то есть, я не исключу, что в роду кто-то заканчивал жизнь самоубийством. Такие, может быть, факты, если вы о них не знаете, я бы их поизучал, посмотрел, покопался в своем роду. Потому что суицидники, они, к сожалению, оставляют очень негативный след на своих потомках. И эту травму перерабатывают потом последующие поколения. Вот через такие ощущения вдруг без причины потери энергии и связанные с этим вот таких хронических распространенных диагнозов типа остеохондроза, типа ломоты в каких-то отдельных участках тела и тогда, когда жизненной энергии не хватает. То есть, кто-то в роду лишил себя жизни, понимаете, да, кто-то ее закончил несвоевременно и от этого возникают вот такие блокировки у потомков. А если медитация прощения прорабатывать оно поможет? Да, конечно, поможет. Работайте, смотрите. И самое главное, если вы еще и факты будете узнавать по своей родине, насколько это возможно, были ли такие случаи у вас. Ну, я знаю, что мне было когда, да, порядка, это получается уже 15 лет, у меня дедушка по папиной линии вроде бы как-то видился. Ну, не афишировали, но... А всегда это, как правило, замалчивается, не афишируется. Это не очень социально одобряемый феномен, который существует, к сожалению. И эти ситуации, так как и там проституция и прочие моменты, или аборт, они, как правило, семейная тайна, она, ну, к сожалению, все равно подается, ну, передается по наследству, потому что душа, она все видит и все знает, и ваше подсознание все знает. Я, ощущая вот эти вибрации, да, смотрю, что не так в теле, и говорю, с какой травмой это связано. А у дедушки была или еще у кого-то, это надо детализировать и смотреть уже там на личном приеме, тогда будет видно. Понятно, да? Поэтому, используя инструменты интуиции, врачу позволяет сделать больше работы за короткое время что с человеком не так. Поэтому медитация прощения на этого дедушку, с ним надо работать, с его решением, с его переживанием, с его эмоциональным опытом, который передался вам по наследству. Если вы еще и по номеру совпадаете, то это, ну, прямое указание на это. То есть, если вы рождены у мамы там первый или его второй, и дедушка, соответственно, в своей семье был первый или второй, да, вы совпадаете по очереди, значит, это стопроцентное попадание. Поняли идея? Поэтому работайте, все будет отлично. Спасибо большое. Так, кто у нас там еще? Просит, так, друзья, время уже подходит к концу, судя по всему. Так, еще сейчас, кого успею, с тем поработаю. У меня сегодня активные консультации начинаются, такая плотная неделя впереди. Жизнь не стоит на месте, новогодние праздники закончились, люди вернулись на сердце, стали думать о себе. Так, дедушка покончил самоубийство, долгое время болел желудок, он всего за 7 дней и решил покончить с собой через самоубийство. Как это проработать? Есть медитация прощения, она в прямом доступе, можете ее скачать и работать. Все, никаких секретов нет. Если самостоятельно сложно или не получается, обращайтесь к специалистам, вам обязательно помогут. Так, что-то подключать не хочет. Видимо, не в сети. Сейчас еще кого-нибудь включу. Так, Динара хочет подсоединиться. Так, аутоиммунные заболевания, это какой-то конфликт жизни и смерти тоже связан. То есть, когда человек сам себя разрушает, тоже, можно сказать, очень часто суициды за этим стоят. Надо смотреть. Оля, Динара, здравствуйте, мы вас не видим. О, здравствуйте. Я не ожидала, просто я даже не поняла, что это прямой эфир. Это прямой эфир. Я Артем Толоконин. Доброе утро. Доброе. Я, знаете, вот сейчас писала про щитовидку. Вот у меня проблема, то что вот мне врачи говорят, что там щитовидка увеличена, гормоны назначают, но я как только начинаю пить гормоны, все мне плохо. Ну, гормонотерапия не выход же, правильно, да? Если ваше тело реагирует, то есть подсознание заставляет железу работать активно, то есть не хватает вот этой уверенности в себе. То есть, понятно, да? Я никто, меня звать никак. Это конфликты унижения. Понятно? Вспоминайте, где вас гнобили, когда вас посылали, когда вас ненавидели, и вы на это реагировали. У меня папа был пьющий, он как бы ничего не разрешал, то есть никому нельзя было отвечать там за себя, защищать себя нельзя было, если болеешь, то не бери больничный, если болеешь, то не пропускай занятия, вот так всегда было. Ну, агрессия, вот понятно, осталась подсознание, как память, как импринтинг определенный, как впечатление. С этим надо работать. Медитация прощения на папу, то есть месяц надо поработать, и потом посмотрите, как железа на все это среагирует, то есть насколько вы себя начнете в настоящее чувствовать комфортно, и каковы будут физиологические данные вообще-то вид на железе. То есть надо будет потом УЗИ сделать, и самое главное, ориентируйтесь в оставлении душевного баланса в настоящем времени. Вот когда у нас душе будет хорошо, и это будет продолжаться длительное время, то физически тело начнет меняться под эту эмоцию. Понятно, да? И плюс вы работаете с причинами, которые вы и так осознаете, с чем они связаны, где подавлялась ваша личность, ваша индивидуальность, где вас не любили. Понимаете, да? Что я пришла к этому душевному балансу, я пойму это? Конечно. Когда человек счастлив, он в этом не сомневается. То есть месяц, я вот сколько делала, 4 дня делала медитацию, но там же вот вначале начинается на маму, на папу, а в конце там последний человек, туда можно опять же папу поставить? Можно папу, можно еще каких-то людей, которые, знаете, очень часто бывает дома гнобят и в школе продолжают делать то же самое. Понимаете, как бывает? Поэтому вспомните свою жизнь, ее проанализируйте, прокрутите и тогда обязательно поработайте с множеством людей, которые повлияли на вашу самооценку и которые повлияли на ваше состояние. И вот когда вы эту титаническую работу проделаете, там большой объем работы, понимаете, да, это не за 4 раза делается, а что длительное время, а то, что много времени вас подавляло жизнь, а вы теперь должны это восстановить. Требуются систематические усилия и я думаю, что где-то через месяц только результат появится и тогда проблема восстановится. Хорошо, спасибо, тогда через месяц напишу. Ара, да, счастливо. Так, Надин Богатнов спрашивает про цистит. Я уже говорил про мочевую... Так, что-то мне так переключилось. Я уже говорил про мочевую систему, это все связано с потерей контроля ситуации, то есть своей территории. у нас Елена проезд в эфир. Если теряли квартиру, теряли недвижимость, какой-то конфликт был с этим связан, кто-то к вам подселялся или где-то вы жили, не пойми где. Ну, отнимали вас территорию. Лена, здравствуйте. Ну, что ж такое? Отсутствует. Месяц ежедневной работы, конечно, так это минимум. Что ж, без труда не вытащить рыбку из пруда. Татьяну сейчас я попрошу к нам выйти. Непроходимость то же самое, какая-то блокировка с личной жизнью связанная и, как следствие, бисфлотия, декорала. Надо смотреть, смотреть конфликты вот в этом поле, в интимном. Сыряс это конфликт расставания. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ой, я не ожидала, что мне получится. Все не ожидают, но все оставляют запрос. Здравствуйте еще раз. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, меня как-то на УЗИ обнаружили эндометриоз. Вот вы как раз сейчас говорили про это. И мне врач сказала, что, в принципе, если вы не намерены рожать, он влияет только на зачатие и, как бы, ничего страшного и лечить не надо. Но я просто вижу по себе, что у меня как бы вот месячное очень тяжелое проходит. И это, наверное, связано с этим. Да, и вот как вот к этому отнестись, с чего начать? Я не знаю, лечение. Значит, начать нужно от печки. То есть, я бы на вашем месте обратился к гинекологу. Если вы живете в Москве, рекомендую свою клинику, потому что мои специалисты работают не в данном случае без гормональной терапии, восстанавливают так, микроциркуляцию в малом тазу, чтобы заболевание это прошло. Плюс, если вы чувствуете, что это связано явно с эмоциональными проблемами, они там, конечно, есть, то бы неплохо обратиться к психотерапевту, хотя бы один раз прийти на сеанс, чтобы разобрать эти причины, конфликты, чтобы вы по-другому посмотрели на себя и увидели мир другими немножко глазами и проработали те эмоциональные травмы, которые у вас были связаны с личной жизнью. Понятно, да? И тогда организм сам восстановится. Не надо просто помочь. Скажите, а ваша клиника где находится, как узнать адрес? Москва, улица Крылатская, дом 45, клиника Нео-Вита. Есть сайт neo-vita.ru 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 Там вся есть информация в разделе гинекологии или по телефону позвоните 495-983-10-20 и записывайтесь в гинеколог. Кстати, у нас вот эти программы есть. Первый раз можно прийти просто познакомиться, это ничего стоит не будет. Вам объяснять, что это за программа, что нужно делать. Если вы будете согласны, то с вами будут работать. И эту проблему можно решить за полтора-два месяца. Ничего сложного нет. Спасибо большое. Надо посмотреть, единственная ли это проблема, что может быть еще есть. Понимаете, да? Потому что человек иногда заявляет, что у него одно, а там выявляется что-нибудь немножко другое. Это специфика и нюансы, они тоже имеют огромное значение. Но мы сейчас не будем собирать гинекологический анамнез. Это все-таки интимное поле. Да, конечно. Надо беседовать со специалистами уже в кабинете. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста, удачи. До свидания. Так, сейчас еще камни выведу в прямой эфир. У нас там в очереди. Ого. Так, так, так. Кто у нас там просится? Ну, друзья, давайте ответы почитаю. Вопросы, вернее, которые сюда пришли. Так, повышенное давление. Повышенное давление это что? Вот когда у человека повышенное давление. Вот если вы будете бежать, то у вас сердцебиение участится и давление повысится. Это конфликт чего-то ситуации, бегство, когда нужно что-то сделать. Или убежать я хочу из ситуации, когда она мне неприятна. Либо какая-то война с кем-то должна быть. Я вот в этой напряженной позе нахожусь для того, чтобы защитить свой дом, свое пространство, свой мир, в конце концов, и тогда достичь результата. Так, планы, наконец-то попросил сдавать. Сейчас вас выведу. Странный врач. Какой есть? Это ваше восприятие меня. Важно, как я себя воспринимаю для меня лично. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Микрофон не закрывайте свой, вас немножко глуховато слышно. Вот. А сейчас? Да, сейчас нормально. Рукой, видимо, закрыли. Да, у меня второй ребенок родился, и была такая ситуация, что на седьмой день я пошла в магазин одна, и шла домой, упала, и упала так, что у меня теперь шла на лбу. Я его называю атлас мира. Упала, была в сознании, был свидетель, не бежала, ничего, просто споткнулась на ровном месте и упала вся вот так, на мечь. И еще у меня бывают такие моменты, я их называю приступы, когда у меня начинается просто, ну, как бы падает давление, трясутся руки, они становятся ледяные, холодные, пью горячую воду, чувствую, как будто пью ледяную, и спасаю только горячий душ до такой степени, что кожа красная становится. Так. И, в принципе, горячий чай, а потом температура поднимается, резко опускается, и все проходит. Ну, врачи ничего не могут сказать. То есть, как бы вегетативные такие кризисы происходят, непонятные нарушения терморегуляции. очень часто. Ну, примерно раз в месяц, раз в два месяца. Чувства паники нет при этом, главное? Нет. Нет, просто вегетативные. По типу ВСД такие реакции, которые у вас есть. То есть, это на самом деле когда-то потерян душевный баланс. Плюс, если вы грохнулись, ну, без оттышки сознания, но вот подкосились, скорее всего, есть какая-то травмирующая ситуация в роду, которая, вот посмотрите, второй ребенок, да, вторые роды. Вы какая по счету у родителей? Я первая. Вы первая. А сестра есть или брат младший? Брат младший есть. С ним какие проблемы есть, были? У меня с ним никогда не было проблем. Вообще, у него по жизни? У него по жизни есть проблемы. Вот. А насколько вы эмоционально включены в это? Ну, сейчас практически мы с ним не особо общаемся. Вы можете с ним вообще не видеться, но вы можете эмоционально за это переживать. Могу. Мы с ним, потому что вообще, ну, как сказать, вроде как разница пять лет, а вообще как близнецы, что ли. Как-то так. Просто я ощущаю, вот от вашего поля идет не ваша информация. То есть это значит, что вы за кого-то сильно переживаете. Это как бы сцепка мощная. И получается, проблема человека вы вешаете на себя. Но не осознаете это, не перевариваете это. И вам тело об этом сигнализирует. Поэтому вы грохнулись, понятно, да? Чтобы вы на мозге включились, короче. Чтобы перестань это делать, перестань переживать. Научись любить человека, да, и ты будешь ему посылать любовь, счастье, и желать ему все самое хорошее, это то, что ему надо. А переживать за его проблемы нет никакого смысла. Вы тогда их просто фиксируете. Причем фиксируете в себе и увеличиваете эти проблемы у него. Не могу по этому поводу ничего сказать. На самом деле мы с ним сейчас не особо поддерживаем отношения, вообще практически не общаемся, потому что он закрылся от мира. Он, знаете, как отширником стал. Можно так сказать. Я понимаю, но в вашей душе это все равно контакт есть. И он достаточно мощный. Понимаете, да? Вы можете с ним не общаться, но подсознание ваше о нем помнит. Что-что? Как отпустить это? Я вторую шишку не хочу. Любить нужно, учиться. Безусловно. Когда вы человека любите, вы как солнышко становитесь. Вы ему посылаете именно вот это чувство. И тогда это самое гармоничное взаимоотношение, которое может быть. На этом можете медитацию прощения взять, которую я распространяю совершенно в дар. Вы можете скачать по ссылке и шапке моего аккаунта и работать по ней. Представляя своего брата вместо какого-то человека на четвертом уровне в конце медитации. Понятно, да? И чтобы вы его любили, а не переживали за него. И все травмирующие ситуации, где вы ой, ой, что это произошло, вот так реагировали, чтобы они были трансформированы. Ну, хорошо. Спасибо вам большое. И посмотрите, как после этого тело будет реагировать. Плюс, конечно, желательно вам в курсе исцеления, который сейчас я веду, принять участие. Я там даю техники по регуляции вегетативной нервной системы. Вы можете в интернете посмотреть аналома-вилома, очень хорошая парнояма, которая вегетатику у человека восстанавливает. Только надо практиковать минимум месяц, чтобы достичь устойчивого результата. Вот так, мама. Смелее. Вперед, и все у вас получится. Ну, хорошо. Спасибо вам большое. Всего доброго. Удачи. Так. Панические атаки то же самое. Неотработанный кризис эмоциональный, который конфликт бьет в голову эпизодически. И происходит. Поточните, пожалуйста, если не получается забеременеть. Традиционные врачи проблем не видят. Беременность, это значит, в подсознании очень много не получается забеременеть. Очень много агрессивных моментов, которые по отношению к вам со стороны вашего рода существуют. И вы этим загружены. И для того, чтобы вы не наломали больших дров, вам просто дети не даются. То, что называется, подсознание их само блокировать. Потому что ситуация с родами будет повторение каких-то тормирующих ситуаций. Хэппи Алиява это спрашиваете. Поэтому нужно проанализировать родовые взаимоотношения и насколько реально вы будете счастливы. То есть умом вы хотите реализовать себя как мать, а подсознание вам это не дает сделать, потому что иначе будет еще хуже. А от чего хуже? Это надо вас видеть, это надо вас изучать, тогда я могу на эту тему ответить. Так. Вы работали по скрытым выгодам не забеременеть. Да, но я же объясняю, с чем это связано. То есть с какими-то травмами если женщина бы забеременела, то тогда было бы еще хуже и подсознание знает почему этого не нужно допустить. И это может выглядеть что полипа вырастает, эндометриоз или просто все нормально в органах, не получается и все. Либо мужчина никак не встречается, с которым можно было бы это сделать. Либо бесплодный мужчина. Это тоже еще один из вариантов, который встречается. Так. Геморрой это знаете как геморрой на одно место получить. это все это не разрешенные не разрешенные конфликты, с которыми надо попрощаться. Понимаете, которые вы их просто таскаете изо дня в день. Никак с ними не можете распрощаться. Поэтому эта зона начинает провисать. Это груз, который вам не нужен. Из чего именно он состоит, надо вас, конечно, И тогда эта область начинает восстанавливаться. Медитация прощения. Я рекомендую делать каждый день. Если тем более есть запрос, мощность которого надо работать. Так. Пронояма практики называется аннулома-вилома. Скачайте в интернете ничего запретного нет. Все очень прекрасно работает. Так. Медитация 4. Нет месячных после рождения ребенка. Уже 12 лет. Вот это непростой случай. Надо смотреть, почему гормональная система перестала. То ли так тяжело ребенок дался, то ли запрет на рождение еще. Может быть, там мертвороженные были в роду. То есть кто-то нормально родился, а второй, допустим, там мертвороженные. Все. Тема беременности закончилась, и вам эта программа по наследству досталась. Тут надо изучать. Так. Делаю медитацию. Ирина спрашивает. Три недели в процессе совсем нет эмоциональной реакции. Словно возникает образы. Мысли уходят. Возможно ли, что пока не готовы к этой медитации? Как быть? Вы с ним готовы, просто надо дальше продолжать работать. Это вопрос некого времени, чтобы вы раскачали свое эмоциональное поле. Если оно не прошибается, не прорабатывается, это вопрос времени. Так. А если у мужчины нет детей? Ну, опять же, по какой причине? По психологическому он просто их может не хотеть. Или не готов еще в психологические от рождения. Либо у него со спермограммой какие-то проблемы. То есть, это все разные ситуации. Лучше говорить адресно. Даже наличие диагноза не всегда можно точно сказать, в чем этот конфликт. Потому что конфликты всегда индивидуальные, либо их сочетание. Так. Не имеет, засекают руки. Что это может быть? Это явление энергетического дисбаланса в позвоночнике. Надо заниматься оздоровлением, и тогда вы поймете, в чем эмоциональный подоплек этих конфликтов. Невынашивание тоже с этим связано. Это блокировка от того, чтобы какая-то проблема не произошла. Поэтому ребенок не должен родиться. Иначе рождение здесь ребенка это смерть. Часто такие ситуации бывают, когда в роду кто-то умеет в природу. И для того, чтобы этот шок не повторился, организм все делает для того, чтобы прервать беременность. Вот с чем это связано. Близорукость это не желание видеть вдаль. Либо желание Эдипов комплекс с мамой не разорваться. Респату тяжело. Так, кто-то меня просит еще в эфир сейчас. Так, Екатерина. Опа. Виннинг с Украины. Так. Друзья, вылечить, на мой взгляд, можно любое заболевание. Есть неизлечимые заболевания, есть неизлечимые люди. Это на глубокое убеждение. Жизнь это показывает. Есть люди, которые себя тяжелейших заболеваний вылечат путем своих усилий и работают над собой. А есть люди, которые банальные вещи не могут никак поправить. Так. Что-то пока ожидаем, ожидаем. Так. Проблема со зрением. У коробки с глазами неба. Операции делать не хочу. Опять же, что за проблема? Это когда я чего-то не хочу видеть, где вдали или вблизи. Если вблизи, это значит вот конфликты с близкими людьми или с близким окружением. Вдали не хочу видеть. Это конфликты с социумом. Покопайтесь, посмотрите в своем подсознании. Так. Так. Отклонился приглашение. Попросился и отклонился. Но бывает такое. Так. Давайте ваши вопросы пока почитаем. Так. У ребенка постоянный запор. Сидим на диете, все внутренние органы в порядке, все анализы нормы. Уже не знаем, куда обращаться. Надо смотреть родителей, почему ребенок у вас страдает с запором, почему он не может что-то выделить, почему он не имеет права на то, чтобы заявить о самом себе. это конфликт биологический, это пометить территорию то же самое. Что собаки делают с кошками? Метят свою территорию через мочой и через каву. Если это невозможно, то значит когда-то была территория потеряна. Вот надо смотреть на эту тему. Конфликты. Но опять же, надо видеть конкретный случай, если вы в эфир попросились, хотя можно было по полю почитать. Так. На памяти не помню, что вы умирали. Я предположил, Дарина, потому что я вас не вижу, я с вами не общаюсь. Чистую логику включил, исходя из того опыта, который у меня был в практике. Но каждый человек уникален. Может быть, что-то интересное у вас выявится, которое именно к вам имеет отношение а не к кому-то другому. И этот случай будет уникальным и неповторимым. Так. Мигрения, лекарственные препараты почти не помогают. Ну, потому что конфликт эмоциональный не разрешен, поэтому лекарство не помогает. Сохраните эфир. Сохраню. Так. Длительный кашель у ребенка. Кашель это невротический, так его называемый, когда уже вроде бы и урза никакого нет, но кашель продолжается, продолжается, продолжается. Это фаза восстановления, фаза того, с точки зрения эмоций, чтобы меня услышали. Понимаете, да? У ребенка нет права голоса, поэтому он дает вот такую вот реакцию. Поэтому кашель это значит, меня не принимает, меня не любит, меня не ценит. Посмотрите вот в этом ракурсе, что не так во взаимоотношениях. Атип может не хочет слышать, что в семье происходит. Да, если рубань бесконечный, все орут, посылают на три буквы. Конечно, ребенок подсознательно защищается и у него проблемы с ушами. Не хочет этого слышать. Или была какая-то одна мощная ситуация, такая ругань, которая вот застряла. Друзья, осталась одна минута в прямом эфире. Сейчас быстренько постараюсь вывести того, кто просится. Если получится, мы минутку поговорим. И я этот прямой эфир буду завершать. У меня дальше много консультаций. Да, здравствуйте. В чем ваш вопрос? Здравствуйте. Вопрос сходный. Только что вы читали по запору. У меня двое детей и у обоих запоры. Опять, значит, какие-то проблемы с квартирой, скорее всего, с территорией. Это надо посмотреть. Либо у вас в роду были, либо то, что сейчас вы где живете, вас не очень устраивает. Это так, наскит, грубо я могу сказать, без анализирования поля. То есть, какие-то мои внутренние проблемы с жильем, в котором мы находимся в нашей семье? Да, с пространством, в котором вы живете, с территорией. Есть и какая-то проблема, не разрешенная в эмоциональном плане. А как помочь проработать это? То есть, это через меня должна быть проработка, получается? Если дети страдают, то они не могут сами на собой работать, они не готовы к этому. Это какие-то медитации тоже ваши, которые есть? Да, работайте по нему. Хорошо, спасибо. Все, друзья, 20 секунд осталось. Синдром Жильбера это вообще фигня. У меня был синдром Жильбера, у меня был повышенный белирубин. Ничего страшного нет, сейчас он в норме и вообще это не считается патологией. Друзья мои, я считаю, желаю вам удачи, здоровья и счастья. На этом прямой эфир закончен. Ждите новых анонсов, новых новостей и новых прямых эфиров. Пока-пока.